Куда же мне деть эту лошадь, а? Ах ты, конь, ах ты, конь. Шурик проснулся. Слушай, Паш, всё-таки приятно отдыхать в твоём новом кабинете. Подследственно должны ощущать здесь почтительный трепет. Шурик, шурик, пойди посмотри, что делать с лошадью, а? Вот, смотри. Элементарно. Ой, 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 нет, Павел Павлович, отдай ход назад, тоже мне советчик нашёлся. Зинючка, есть хочется. Я не так ходил. Пас, печеница не осталась? Ну, ты же недавно ужинал. Ой, что я ел, Зинуля, что я ел? Два азу, и не в одном глазу. Шурик. Я давно говорю, надо жениться, жена будет тык накормить, ты на дежурстве, на тебя свёрточек, вот и жевал бы сейчас бутерброды с любительством. Дежурная группа, следователь Семёнов, инспектор Марчик... Знаю, Зинюля, я думаю, я составил 16 необходимых качеств, это же нереально. Безнадёжно. А вот кого нужно женить, это Павел Павловича. У меня что, прекрасная мысль, надо подумать. Погожу пока, у меня аппетит умеренный. Зина, надеваешь, ладья под ударом. Дежурная группа, следователь Знаменский, инспектор Томин, эксперт Кибрид на выезд, попытка ограбления склада, машина с подъезда. Зинючка, дежурная группа, следователь Знаменский, инспектор Томин, эксперт Кибрид на выезд, попытка ограбления склада, машина с подъезда. наша служба и опасный трудно и на первый взгляд как будто не видно если кто-то кое-где у нас порой честно жить не хочет значит с ними нам вести незримый бой так назначена судьбой для нас с тобой если где-то человек попал в беду мы поможем мы все время на посту ну а если вдруг кому нибудь из нас тоже станет туго что ж друг друга выручали мы не раз и не раз согрела нас тяжелый час сердце сердце друга наша служба и опасный трудно и на первый взгляд как будто не видно если кто-то кое-где у нас порой честно жить не хочет значит с ними нам вести незримый бой так назначена судьбой для нас с тобой служба дни и ночи что дверью давно не пользуетесь около года а почему не держите для охраны собак кошек держим как понимать видите ли склад большой товар разный большой урон бывал от мышей спасу не было ей богу мышь она все сожрет сапоги дай сожрет пианино да и ту сожрет ну теперь у нас восемь кисок официально в ночную смену так что собак ведь нам никак не товарищ леонов тут николай иванович молчу молчу до очередного профсоюзного собрания спасибо товарищ пожалуйста итак сигнализация повреждена возможно случайно конечно вор случайно подпрыгивал и срывал какие-то провода просто так резвился он наверняка знал что это сигнализация кто мог его просветить только кто-то из здешних если кто из моих сотрудников я дознаюсь я из них душу вытащи но дознаюсь да на минутку сейчас я вас попрошу без самодеятельности вы нам всех распугаете есть мы с вами еще поговорим зиночка на два слова да щас зина задвижка подпилена изнутри изнутри мне нужно знать когда сделан подпил только и всего а действительно зинаи может быть его подпилили утречком а ночью этот лоб просто надавил и хруп шурик ты начинаешь криминалистически мыслить поздравляю саша какое у тебя впечатление от сторожей удовлетворительное хотя наверняка он действовал не один конечно подпиленная щеколда сигнализации которую знал где рвать и потом добыча выбрал самое ценное что есть на складе на три каракулевых шубки на земле не валяются шурик помоги мне пожалуйста что делать так вот возьми щеколочку ой осторожней только так возьми за ребрышки соедини и так подержишь минутку еще раз спасибо так зина надо будет восстановить его маршрут по складу хотя бы основные веки хорошо саш ты пометил где он перелез через забор да прямо напротив двери а по ту сторону забор ты был а что там углядишь там навалена какая-то куча шлака там даже собака след не взяла так за шлаком идет глинистый грунт на на нем следы москвича видел там же от шлака до следов большое расстояние но во всяком случае этот москвич меня интересует зиночка сходи посмотри у тех ворот панец собак и он тебя проводит хорошо так ну что ж пора познакомиться с ценителем мехов пошли пойдем я старший следователь знаменский товарищ старший инспектор уголовного розыска томин объясните зачем вы здесь оказались и перестаньте чесаться такой статьи нет чтобы не чесаться я спросил что вы здесь делаете сижу вот чешу где чешется отвечайте серьезно вас спрашивают вы чернявы на меня не кричит и меня не пугай тоже не начальник я тебя одной рукой по стене размажу ты понял ты и чего зря шумит взяли его с поличным разговаривать как с человеком зачем людей напрасно обижают что мне люди что мне ваши разговоры хотите вы знаете куда догадываюсь я вот хотел вас спросить не буду я давать никаких показаний я хотел спросить не нужно ли кому сообщить что вы арестованы и содержитесь там то и там то ты гляди какой хитрый следователь нет у меня никого ничего устраивает жалко значит и передачу некому принести а кому вы тогда шубки тащили самому вроде маловаты будут показания даю сказала все точка силен ну ваше право силен ваше право пошли прямо за глядейницы а ты думал у него в душе тюльпан ну тюльпан не тюльпан раз засыпался не хами по моему он просто растерян совсем не ожидал засыпаться и вдруг тюрьма психует ну какие достижения москвич приезжал часа два назад кто-нибудь вил машину забора нет из складских никто как обут задержанный ботинки на резине стопты на наружу носок тупой размера так 45 сорок шестой таких следов там нет сколько стояла машина несколько минут ну десять-пятнадцать ну знаешь с точностью до секунды тебе никто не скажет думаю минут три пять не больше следы ты замерил сфотографировал да все сделал не волнуйся шурик надо задержанного снять обувь причем бережно дабы не отрести прах с его ног он понадобится для экспертизы есть а в чем я его отправлю в камеру босиком папа туда будем какую-нибудь обувь на складе правильно одиночка ладно помоги мне ну что ж нашего друга силена надо как-то разговорить предложение буду разговорить видал я таких битюгов его надо чем-то крепко огорошить иначе не сдвинешь а вот только чем и поразим его воображение да если бы мы знали что-то чего по его мнению не могли бы знать есть одна мыслишка ну пока не скажу я скоро вернусь по-моему надо так мы тут понюхаем поищем совочников силена пока свести в тюрьму пусть посидит без передач без свиданий заговорит как миленький по-твоему даешь показания хорошо не дашь мы тебя прижмем может его еще в одиночку вольно ты добренький ну что опять пойдем толковать с этим злыбнем да пойдем опять только теперь постараемся найти правильный тон пошли сейчас товарищ Леонов на посту будьте добры мне нужна какая-нибудь обувь побольше размером любая ненадолго я верну не надумали поговорить я об вас и думать забыл зря вас действительно зовут силен силен и есть силен кое толк темнить случается иногда темнят силен случается имя отчество имя отчество теперь не понадобится силен встаньте силен сядьте силен отвечаете и весь разговор ну вам не понадобится мне нужно ну степан корнеевич дальше что прежде судились разрешить да пожалуйста вот просили спасибо спасибо товарищ хорошо степан корнеевич я попрошу вас снять обувь а это зачем если в расход то крови еще не заслужил переобойтесь пожалуйста степан корнеевич ботинки вернем попозже будем научно изучать ваш жизненный путь осторожно чтоб не осыпалась грязь а что вас заживо в белые тапочки чудеса мы остановились на прошлой судимости время позднее гражданин следователь спать пора ложите-ка ваш протокол обратно в портель прежде его составить надо степан корнеевич у нас как большой начальник сегодня он будет посиживать а мы ему бумажки на подпись верно протокол задержания протокол личного обыска протокол об отказе давать показания значит без меня дело не идет ну степан корнеевич какая же свадьба без жениха да еще сваты попрятались сваты а как же на такой свадьбе да без сватов да сваты тому нужны у кого свой котелок не варит а я и без сватов ясно вон а и невеста пожаловала какой интерес наш эксперт криминалист ты гляди а на этой желаю жениться точка силен а как же галина родионова которая вас ждет в днепропетровске что вас понесло в москву сволочь пусть я побегу а ты в меня стреляй убивай прекратите истерику силен собаки под хвост вся жизнь как тебе это удалось фокусница элементарно два телефона с банка и сразу видно что на заключение видно ну вот я позвонила в картотеку да говорят судимый отбывал там то и там то звоню на петровку дежурному он по вич связывается с начальником колонии пять минут ожидания и мне пересказывают личное дело силена все правильно обошла меня да пойдем посмотрим как пал палыч это использует врагу такой доли не пожелаю опять тайга все забетет колокольчик цветочек голубенький дышать я хотел жить как все люди но почему я жить не могу почему уведите задержанного пал палыч введите ну знаешь в голове не укладывается когда он раскрылся когда бери его голыми руками ты вдруг задний ход тоже считаешь что нужно было ловить момент да обидно что старалась впустую ну ладно друзья по моему вы устали давайте выясним отношения попозже после дежурства посидим у меня в кабинете выпьем кофе ну что по-твоему я просто с миндальничал и по-моему и по-твоему и по чьему угодно ты как считаешь момент для допроса был конечно подходящий ну согласен согласен допустим можно было бы на него нажать подхлестнуть он что-то бы выложил по принципу нати меня ешьте а потом что а что потом а потом он напомнится да знаменский и меня шурик ну ну в стиле напомнится и что и поймет что его нарочно взяли врасплох хорошо и что я говорю он напомнится и поймет что его нарочно взяли врасплох ну как ты же сам просил его чем-нибудь огорошить ну огорошить ну не наступать на самое больное место ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй обидели мальчика ну полтолчу с ним дальше работать и это тоже как работать если я для него враг и главный мгновенно рождается обобщение ага вы все сволочи и вам за это деньги платят приближаемся к любимому тензису под следственным должен уходить с просветлённой душой и с верой в благородство слуг закона ну 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 зачем так трескучи Ну, пускай он к концу следствия думает о нас с тобой немножко иначе. Ты согласен? В принципе, да. В данном случае, позволь посмеяться. Твой Силен не объект для перевоспитания. Ты знаешь, что это за фрукт? А ты уже знаешь. Обязательно. Я суточка связался с колонией, пошел по стопам Зины. Силен сидел за драку с нанесением телесных повреждений и хулиганства. В колонии связался с матерыми рецидивистами. Кого-то изувечил. Ему набавили срок. Набавили? Ничего портретик? Прекрасен. Да, но ведь ждала же его эта женщина в Днепропетровске. Значит, и он кому-то дорог. Павел Павлович, завтра придут материалы из колонии Степана Корнеевича. Вот и разберемся. Зина. Пойду чашки помою. Ну что, пошли, Саш, спать. Не могу. Надо еще по мехащикам полазить. Кто придумал шубки украсть, наверняка подготовил рынок с бытом. А, резонно. Павлович, следы твоего любимого москвича. Только осторожно, Павлович, еще не высохло. Спасибо, Танюш. Так, сдается мне, что Силин прибыл на склад именно этим видом транспорта. Просто так приезжать сюда на этот пустырь никому не нужно. Погоди, погоди, погоди. Человек мог элементарно ошибиться. Видит, заехал не туда, повернул обратно. Не исключено, и все-таки... Вот здесь машина останавливалась. Кто-то вышел и приминался с ноги на ногу. Следочки изящные. Ничего похожего на Силинские будцы. Да, но вот здесь расстояние от машины до шлака такое, что рослый человек вроде Силина мог шагнуть прямо из машины на шлак. А на нем следов не остается. Вот именно. Зиночка, а что в отношении владельца изящной обуви? Пока ничего. Зинаида, от тебя ли слышу? Ну, не говорю, год рождения, ну, хотя бы. Холост, женат, блондин, брюнет. А? Томин, не наглей. Я ведь тебе еще пригожусь. Так, ну что ж, пора расходиться. Павел Павлович, пусть Силин завяжет несколько узелков. Он их уже завязал, Зиночка. А зачем тебе? Когда человек завязывает узел, Томин, это я тебя просвещаю. Благодарю вас. Узел нередко так же индивидуален, как почерк. Хочу сравнить те, что он завяжет сейчас с узлом, который был на мешке с шубами. Ладно, хорошо. Я пошла. До свидания. До свидания. Аркадий, подготовь машину, сейчас выезжаем. Ты когда с ним встречаешься? Завтра. С самого утра. Я надеюсь, встреча пройдет в теплой, дружеской обстановке. Я с вашим братом разговаривать не желаю. Посадили все. Спасибо. Спокойнее, Силин, спокойнее. Я вот с вами еще хотел поговорить. Ну, о чем еще говорить? Что надо, я рассказал. Все откровенно. А что вы такого рассказали? Что залезли ночью на склад, что взяли три каракулевых шубы, что оборвали провода сигнализации? В самом деле, редкая откровенность. Если бы не рассказали, я бы никогда не догадался. Веселый вы человек, гражданин Светлова. Да работа такая смешная. Вот, скажем вы, знали, что ждет женщина, только что освободились и двинули сразу в Москву, где у вас ни кола, ни двора. Потом пробрались ночью в хорошо охраняемый склад. Говорите в одиночку. Смешно? Смешно. Кто же вам тогда задвижку подпилил? Кто рассказал, где идет сигнализация, где шубы лежат? А на это будет один ответ. Катите свой и так далее. Ясно? Вполне. И, между прочим, не очень меня это трогает. Взяли вас с поличным, доказательств достаточно, верно? Чего ж? Так что ваша кража меня не волнует. Меня волнует ваша жизнь. Ну да. Поговорим за жизнь, потом червонит в зубы, езжай, Силин, лес рубить. Нет уж, моя жизнь, она моя, и вы в нее не суетесь. Придется соваться, Силин, придется. Вот рассказали бы вы сами, что да как лучше будет. А не расскажу, хуже будет, да? А что может быть хуже? Свой срок так и так получу, хоть буду вам руки резать, хоть матом в облашу все одинаково. Ну, не совсем одинаково, Силин. Чистосердечные признания суд очень даже учитывает. Специальная статья есть в кодексе, сами же знаете. Ну, что я знаю, что я знаю? Меня на дешевку не возьмешь. И ты меня не доводи, а то я такой. В темный подъезд заходить, будешь бога вспомнить. Дети есть, пусть дома сидят. Ты меня не доводи. Нервы у вас, Силин, не к черту. Жалко смотреть. Но ты меня не жалей. Пожалел, волк-кобыл. Ну, чего ты ко мне привязался? Чего добиваешься? Справедливости, Силин. Чего? Простой человеческой справедливости. Человек должен отвечать за то, что он сделал. А за других он отвечать не должен. Насчет справедливости я ученый. Крепко. Справедливость. Сказать, как я срок схватил? Я знаю, что драка была какая-то в нетрезвом виде. Да это по бумажке. А по жизни, по правде. Ну, расскажите, Степан Кармич. В нетрезвом виде. Я со свадьбы ехал. Сижу в электричке. Ну, нормальный человек может со свадьбы в трезвом виде. Трудно, конечно. О, значит, а пьяный законно. Иду домой, никого не трогаю. Бац, контролер, ваш билет. А я же брал. Ну, точно знаю, что брал. Да его потом нашли, если хотите знать. Ищу, куда дел, а он ко мне вяжется. Гражданин, сойдемте. Я его отодвинул, он за свисток. Ну, ладно, думаю, сошли. Ищу билет, чтоб он отцепился, хлюпик несчастный. Пристал, как банный лист, будь он проклят. Ну, так и не нашли. Да найдешь тут, когда он на руке висит. Пойдемте, говорит, в милицию. А что я в той милиции не видел? Большой интерес. Драку мне пришили. Да разве его бил? Ну, всего лишь стряхнул с руки, чтобы не мешался. Но ведь он же пострадал. Ну, тогда не суйся к человеку из такой ветхой. Брык ноги вверх и орет благим матом. Ну, а дальше? Дальше. Дальше суд. Красота. Я толкую, билет уже был. Ну, в отделении, когда карманы выврачили, вы уже нашли. А мне она. Вы билет на проезд покупали, а не хулиганичить. Кому, говорит, теперь нужен ваш билет? Это, по-вашему, справедливо? Да в гробу я видел эту справедливость. Продолжение следует. Продолжение следует... Но ведь вы же взрослый человек, Степан Корнеевич. Но я понимаю, что обидно. Понимаю, что билет нашелся. Но вот хотя бы этот контролер, ведь у него такая должность. Что с ним было? Че-то там себе отбил. Ну вот видите, а в колонии опять драка. И опять с нанесением телесных повреждений. Или что, тоже ветхый противник попался? Там не один. Там целая компания была. Кабы я им поддался, мне бы вовсе не жить. Почему? Эх, гражданин следователь. Что вы здесь сидя понимать можете? Каждый день с одеколончиком бреете, с котлетки едите. А помыкались бы там, с полслова соображали бы. Приклеилась ко мне шпана. Сначала с мешочки, дальше больше. Комод поди туда, комод поди сюда. Сегодня уступишь, завтра вдвое насядут. Каждый день в барак, как на войну шел. Я один, как перст, а не всем скопом. Раз потолковали, другой вижу. Либо я кого угроблю, либо они меня. Или срок за убийство получу, или забьют. Забьют меня до смерти. Администрация колонии. Теперь Силин должен к начальнику идти, будто мозгляд такой. Просить, чтобы за ручку водили. Кто у вас был начальник? Был Киреев. Киреев, Киреев. Нет, не слышал. И что, он ничего не знал? Узнал. Узнал, когда я одному году ребра попортил. Подошел такой момент. Ну и кто виноват? Известное дело, Силин. У кого в приговоре полная аттестация, какой он есть бандит? Вот вам ваш начальник, Киреев Иван Иванович. Ну и сколько накинули? Два года припаяли. Справедливо. Обидно, Степан Корнеевич. Обидно. Конечно, обидно. Теперь смотрите, что получается. Допустим, допустим, среди зэков есть душевный человек. И в большом авторитете, потому что голова, дай бог, нам с вами. Он видит такое дело и говорит, баста. Кому да говорит, не трожь. И все. Я живу. Вот оно где по справедливости. Вот оно где по-человечески. Вот с ним-то вы и встретились в Москве. Ни с кем я не встречался. Я пример привел, кто друг, а кто враг. Ясно? Я не вижу. Продолжение следует... Вспомните сильно. Когда сидели, считали срок. Считали, сколько осталось, верно? Это верно. А когда последние недели пошли уши, вовсе терпения не стало, хоть побег, правда? Это да. И теперь снова срок. Снова будете считать. Я вам честно советую, не берите на себя лишнего. Чужого не берите. А чего я с чужого беру? Вы мне чужое не шеете. Что мое, зато отвечу. По-вашему, по справедливости. Так если по справедливости, не вы выбрали склад, не вы решали, что там брать, не вы собирались продавать эти чертовы шубы. Ну а кто же еще? За все хотите сами расплачиваться. Ведь жалеете, что поддались старому дружку. Сидели бы сейчас не в Бутырке, а в Днепропетровске. Даже не знаю, как ей сообщить, что вы опять арестованы. Душу мне кровените, чтобы я друга выдал. Да что я, хуже собаки, что ли? Собака и та своих не кусает. Это тебе, следователь, известно. Все, я один делал. Не было никого. И кончен разговор. Точка. Силен. Свидание дадите? Дам, конечно. Свидание дадите, спасибо. Нет, проживу. А продажной тварью не буду. Не ждите. Я вас, Силен, не покупаю. И в предателей не зову. Зачем друга продавать, если он вам друг? Только как подумаешь, почему вы, а не он, брал эти шубы и какую долю вы должны были получить и еще разную? Но вы мне мозги не вкручиваете. Вы ничего этого знать не можете. Да, верно. Я не знаю точно, как все шло. Пока не знаю. Вот сказать вам, о чем вы больше всего думали за эти сутки. Как так могло случиться? Почему? Почему я засыпался? Ну, конечно. А вы знаете? Начинаю догадываться. Завяжите мне несколько узелков на память. узлы? Дамочка будет экспертизы делать на доброе здоровье. Веревку на мешке с шубами завязывал сам Силен. Это бесспорно. Бесспорно? А вот кто их клал в мешок? Ну, везде и на всем отпечатке только его пятерни. Так. Схему подготовила? А, да. Кстати, схема очень простая. Вот, смотри. Вот здесь он вошел на склад, прошел подарку. Теперь сюда. И вот между этими ящиками он подошел прямо к шкафу, где были шубы. Прямо здесь? Да. Интересно. Силен, разумеется, рассказывает по-другому. Дескать, облазил весь склад, пока нашел, что получше. По-моему, тебе его просто жалко, этого пещерного жителя. Ну, а кого не жалко? Любого жалко, даже самого отпетого, ведь и в нем человек погиб. А вот в отношении Силена тут дело не только в жалости. Мне нужно найти всю эту компанию. который прикрывается этим большим дураком. Узнал что-нибудь новенькое? Да. Он был грузчиком, а в колонии шесть лет работал лесорубом, не с корняком. Я пошуровал на складе и выбрал три каракулевых пальта. Да он не отличит каракуль от цегейки. Если бывают заблудшие овцы, то Силен этакий заблудший мамонт. Да, что задвижка? Когда ее пилили? Задвижка у химиков. Исследует степень окисления по часам. Длинная история. Зиночка, поторопи их, а понимаешь? Хорошо. Есть идея вывести Силена на склад. Пускай покажет, как он якобы действовал. Улавливаешь? Улавливаю. А когда? Ну, завтра с утра сможешь? Завтра с утра. Да, смогу? Как всегда уединились. Так, Шурик. Вероятно, я не вовремя, но это чисто профессиональное. Все мои клиенты считают, что уголовный розыск появляется почему-то не вовремя. Хорошие новости по делу или просто радуешься, что живешь на земле? Я не скрою, последняя для меня приятная мелочь. Ну, что скворняки? Да, ты знаешь, как ни странно, каракулевых шуб никто не ждал. Даже ни малейшего служка. А вот соболей кто-то обещал привезти с севера. Не ждали. Характерно. Пришли материалы из бывшей колонии Степана Корнеевича Силина. Кстати, как вы уже знаете, сидит друзей. Он зовется просто и скромно к комбот. Как мило. Ну-ка. Вот его тамошние приятели. Но этот еще сидит. Этот уже сидит. Ой, какой мрачный тип. Да уж. Этот вышел год назад. Работает на заводе в Брянске. В общем, остаются двое, в принципе, возможных. Митька Фрукт. Вор. Домушник. Вышел прошлым летом. Живет в Москве у матери. Работает шофером. Даже женился. На какой машине ездит? Павел, я все это вот получил полтора часа назад. Ладно, молчу. Я этот. Этот. Вор. Аферист. Всего понемногу. Вероятно, тоже в Москве. Глаза не глупые. Да, кличка башка. Питька писал одному в колонию приятелю. Будешь в столице, затекай на Превоженку пиво пить. Старого приятеля встретишь. Саша, а как ты думаешь, кто из них мог играть для Силина роль покровителя? Ну, ты знаешь, самый влиятельный был, пожалуй, Башка. Как говорится, в большом авторитете. Стромов Сергей Васильевич? Совершенно правильно. Стромов Сергей Васильевич. Шурик. А? Кроме фотографий, у тебя есть приметы этих двух? Рост и возложение? Конечно. Тогда я могу примерно вычислить рост и вес. Хочешь, сверим? Давай, это по теме изящным следочкам. Давай. Так, значит, рост. Рост. 179, 180. Вес. Вес. 68,70. Смотрим. Телефон. Да. Угу. Хорошо, зайду. Такс. Ну вот. Самый близкий Башка. Теперь есть ясная и четкая задача. Найти, взять, доставить. Ну, доставишь. А дальше? Павел, дальше, извини, твоя забота. Павел Павлович, сбегаю к химикам. Хорошо. Понимаешь, Саш, мне кажется, что от этого башки будет очень мало проку, если ты его просто возьмешь и доставишь. Можно яснее? Понимаешь, на складе я перешерстил всех. Если бы он имел с кем-нибудь из них ярко выраженные связи, я бы его сам нащупал. Согласен? Ну, кое-что ты умеешь. Вот. Теперь вообрази. Допустим, он доставлен сюда. Мужик, как видно, хитрый. Что, если они с Силиным отопрутся друг от друга на очной ставке? Есть еще следы. Ну, следы мало что доказывает. Даже если мы найдем и ботинки, и москвич. Ты бы на его месте вывернулся? Конечно. Подвезли комоду, куда просил. Дальше уехали, не ведаем, что делал. Вот именно. И усяец у нас Силин на скамью подсудимых один. А в приговоре напишут, совершил совместно с неустановленными лицами. Я вас понял. Придется влезать изнутри. Придется, Саш. Между прочим, у меня есть еще свое начальство. Как оно посмотрит? Ну, объяснишь ситуацию. Предположим, стану блатнягой. Недавно прибыл из мест не столь отдаленных. Лихой парень, завсегдатый пивный. Ну, совместишь приятное с полезным. Кстати, это совмещение может стоить не той приятной мелочи, в которой начался наш разговор. Радости жизни. Черт. Обидно ли из пекла из-за какого-то комода? Может быть, нажмешь на него покрепче? Саша. Имею в виду вот что. Похоже, что Силин засыпался не случайно. Похоже, его хотели завалить. В сводиже? Зачем? В пивную, Саша. В пивную. По какому случаю? Искать силенских коллег. Ну, я к начальству. Бедный Шурик. Ой-ой-ой, бедный, бедный Шурик. Зинуля. Да. Срочно требуется наколка, чтобы выглядела как старая, но чтобы можно было потом легко свистеть. Способна наука на такое или не способна? Наука способна, но не сегодня. Зина, 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 это мне может помочь. Если на руке изображено нечто мудрое, ну, скажем, пусть я лучше погибну и отсохну, нежели буду работать, это вроде удостоверения личности. Неверно. Зина, мне же не для пижонства. Ой, Шурик. Ну, ладно, нарисуй, только покороче. Дайте-ка карандашик. Коротенько текстик. Все, хватит. Сейчас, сейчас. Не забудет. И, допустим, это орел. Когда я смогу его обмыть в компетентной компании? Краснота сойдет завтра. Значит, завтра превращаюсь в блатного. Пусть товарищ войдет. Я позже позвоню. Ходи, товарищ. Ой, чудеса. В пивной вдруг такая орхидея. Охидея. Я вас слушаю, товарищ. У вас жалоба или просьба? Просьба, просьба. А ну-ка, скажи быстро. Сколько будет 1168 плюс 993? Быстро. 2161. Что еще? Действительно. Молодец. А еще дашь 20 рублей, уйду, не дашь? Приняй на себя. Только быстро. Перестань безобразничать. Иначе тут кнопка, прямой вызов милиции. Ой, милиция. О, напугала. Милиция. Она уже здесь. Пусть. 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 Я вас слушаю. В двух словах. Я к вам обратился, потому что немного узнал о вас в райкоме комсомола. Но, как говорится, лучше убедиться самому. Правильно? Вот. Здесь у вас в баре. Я по работе. Могу я при необходимости рассчитывать на вашу помощь? Да, конечно. А что надо делать? Я, к сожалению, пока не знаю, что мне придется делать. Сориентируемся по ходу событий. Что за народ здесь бывает? У меня тяжелая точка. Раньше здесь была забегаловка с темной репутацией, ну, так сказать, шалман. Вот помещение переоборудовали, а привычка к старому месту у многих осталась. Ясно. Вы знаете в лицо своих завсегдатаев? Нет. Я недавно приняла дела. А вы знаете, можно спросить официанток. Вот, кстати, та, которая вас привела, она тут давно работает. О, тогда не надо. Она станет усиленно помогать и все испортит. Сделаем так. В случае необходимости я найду возможность дать вам знать. А вы будете спокойны и находчивы, как только что. Стоп. Силин, ну чего вы мечетесь по складу? Вы пытаетесь меня уверить, будто случайно наткнулись на эти шубы, а я не верю. Ну, мне наплевать, точка, Силин. Ну, на суде тоже не поверят, Силин. Понимаете, с того момента, как вы перелезли через забор и до того, как вас схватили, прошло определенное время. Ну? Время это точно известно и проверено. Десять минут. По моей просьбе, несколько человек перелезали через забор и вышибали эту дверь плечом. На это уходит максимум две с половиной минуты. От десяти отнять две с половиной. Сколько? А сколько? Семь с половиной. За это время вы увязали шубы и выскочили за дверь. Ну? Ну, а сегодня вы никак не укладываете в эти семь минут. Вывозитесь вдвое дольше, хотя и очень спешите. Давайте еще раз. Старшина, унесись, пожалуйста, мешок на место. Мы повторим эксперимент. Слушаюсь. Так, Степан Корнеевич, давайте еще раз. Теперь под мою диктовку. Начнем? Срывается, значит, провода. Так, давайте, срывайте. Попрошу понятых. Зина. Так. Начали. Срывайте. Так. Пошли. Пошли. Стоп, 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 стоп. Сюда, сюда. Сюда. Быстрей, быстрей. Быстрей, быстрей. Не туда, не туда. Здесь. А зачем я сюда попрошу? Так, нужно для следствия, прошу. Быстро. Так, так. 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 Так, так. Открывайте шкаф. Так, берите шубы. Укладывайте их. Так. Так, увязывайте. Так, бегите. Так, так, так. Сюда, сюда. Так. Так. Стоп. Вот они ваши семь с половиной минут. Ну, отдохните. Присядьте. На чём вы приехали сюда, к складу? На трамвае на чём ещё. И подошли к забору с какой стороны? Слева. А может быть, справа. Отсюда не соображу. Вы помните, что при аресте с вас сняли ботинки? Так вот, исследовали слой грязи на них. И знаете, что оказалось? Что? Оказалось, что вы ни слева, ни справа не подходили. Сразу очутились около забора. Очудился. А кто это может доказать? Кто видел? Эксперт доказал. Вот эта дамочка. Зина. Послушайте меня внимательно, я сильно. Никто вас на пушку не берёт. Вот когда мы ходим, то частицы почвы остаётся на наших подошвах. Я пойду по песку. Прилипнут песчинки. Потом пойду по глине. Прилипнет глина. И всё это собирается слоями. Особенно в углублениях под каблуком. И держится долго. Вам понятно? Ха. Да что, дурак, что ли? Но к тому месту, где вы перелезли за бор, никак нельзя добраться, не пройдя по глине. Ну и что? А то, что этой глины на ваших ботинках не обнаружено? Ну как же это сюда прибах? По воздуху, что ли? Зачем же по воздуху? Вас же привезли на москвиче, привезли, развернулись и уехали. Что, Силин? Нет, ничего. Не верите вы нам, Силин, не верите. Вы верите тому, кто вас сюда послал? Да никто меня сюда не посылал. Ну ладно, не посылал. Но вы были отлично осведомлены, что к чему здесь на складе и вдруг... Ну объясните мне, наконец, за каким чёртом вы рвали эти провода? Ну чтобы сигнализация не сработала. Можно вас? Леонов? Товарищ Леонов, позовите, пожалуйста, начальника охраны. Позову. С удовольствием. Павел Павлович, пойду ещё раз посмотрю сигнализацию. Хорошо. У меня к вам просьба. Расскажите, пожалуйста, что было тогда во время кражи? Я как раз хочу, чтобы он послушал. В караульное помещение поступил сигнал тревоги. Простите, а что за сигнал? Ну, вы же видели наш пульт. Лампа даёт вспышки. А, верно, мигает лампа. А в каком случае она мигает? Когда соответствующий объект пересекает зону действия фотоэлементов. Другими словами, если кто-то перелезает через забор. Другими словами, конечно. Значит, получается так, что ещё до того момента, как преступник проник в помещение склада, сигнализация уже сработала. Конечно. Ну, а если бы она не сработала? Невозможно. Допустим. Невозможно. Теоретически. Не... Ах, теоретически. Да. Что в этом случае даст обрыв этого провода? Теоретически в караульное помещение поступит аварийный сигнал. И сюда кто-нибудь прибежит? Конечно. Так, значит, если я сейчас рвану это... Минуточку, минуточку. Минуточку. Должен соблюдать осторожность. Видите ли, тут дело такого рода. А, ну нельзя так нельзя. Подождите меня. Есть. Ну вот, Силин, следственный эксперимент закончен. Ага. Как вы? А что? Размялся, побегал. Вам на потеху. С дамочкой потрепался. Нового ничего мне рассказать не хотите? Нет. Жаль. Сержант. Проходной ждет женщина. Проводите ее в контору. Слушаюсь. Силин. Разрешаю вам короткое свидание. Правила знаете? Ничего не передавать, сидеть на расстоянии. Свидание? Галя приехала. Уже? От Днепропетровска два часа лета. А почему здесь? Тепленьким хотите меня взять? Думаете, слюни распущу и раскалюсь? Ну, мне ваши слюни без надобности силен. Видите? Прошу. Иван Симфанович, вы мне что-то хотели рассказать? Видите ли, поврежденный провод обслуживает четвертую зону. Ну, другими словами, задний забор. Понятно. А от других зон идут свои провода. Так. А в караульном помещении они сходятся в пучок. Понятно. И в настоящий момент сигнализация работает по укороченной схеме. То есть? Данный провод пока отключен ввиду недавнего повреждения. Но его же ведь починили? Это сцепили для Близиру. А по инструкции провод должен быть единым, по всей длине, цельным, без всяких соединений. И зачем же остановка? Обслуживающий нас монтёр должен выйти на работу через два-три дня. А почему же не вызвать другого? Получится допуск постороннего лица. А согласно инструкции мы теперь... Интересно. Что интересно? Интересно. Не повезло вам. Не говорите сплошные неприятности. Ну, спасибо. Шесть лет ждала, ждала. Ну, что тут, Галя? Ну, черт попутал. Шесть лет ждала. А сколько еще ждать? Да не рви ты мою душу, цветочек, колокольчик. Гражданин следователь, послушайте меня, пожалуйста. Для вас я товарищ следователь или Павел Павлович, как угодно. Товарищ следователь, Павел Павлович, он ведь не хотел. Его же запутали. Галина. Да молчи. Ты свое уже сделал. Молчи. Вот смотрите. Смотрите, какое он мне письмо хорошее прислал. Вот. Вот. Вышел из ворот колонии. Первонаперво пишу тебе. Спасибо, что не бросила. Теперь я себя оправдаю. Будем жить новой жизнью. Скоро встречай. Ой. Галь. Пожениться хотели. Мне ведь комнату дали. Павел Павлович, сделайте что-нибудь. Пожалейте нас. Ведь от вас все зависит. Все от вас. Нам, к сожалению, нужно заканчивать. Умоляю вас. Сделайте что-нибудь. Павел Павлович, все же от вас зависит. Ухаживайте нас. Павел Павлович. Павел Павлович. Ну, почему я должен объяснять этой женщине, что вы свой первый враг? Степа. Уведите меня, Соня. Уведите. Уведите его. Степа. Степа, как же. Степа. 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 Держи, держи. Степа. Дочка. Еще два пива. А, у тебя бронет, видать, сессерно внутри. Соскучился, сестричка, по пивку. Все бывало, снилось выеду и буду пить пиво с Воблови. Вот за ум не возьмешься, обратно пиво только во сне будешь пить. Ой, не пугай, тёжи. Опа-па-па-па-па. Не пугай. Не хотят вспомнить и время былое, вспомнишь и лица давно позабыты. Опять загулял инженер. Поет душевно. Слушай, кончай ты эту бодягу, а? Давай что-нибудь веселое. Что ты воешь, как волк, а? О, вот эту же знаешь наверняка. А на Деребасовской открылась пивная, там и завирала земкомпания блатная. Хорошо, поет. Хорошо. Вспомни про злуку с улыбкою странно. Многое вспомни давно позабытое. Слушая ракет. Халёк. 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 Не пристану. Не пристану. Не пристану. Ну ладно, ладно. Всё. Хватит. Всё. Давай весёлую. Давай весёлую. Там были девочки. Маруся Ро... Дядя. Ты что, по блату место на кладбище заказал? Или застраховался на пять кусков? Брось. Пускай человек поёт. А то сейчас схлопочет. Я не пою. Да пивай. Да ты что? Тихо, тихо, тихо. Иди отсюда, иди отсюда. А то потыкви, дядя. Потыкви. Отвали. Идея, всё в порядке. Вали отсюда. Я же таких фраеров давил килограммами. Пан профессор. Кто не был, тот будет. Кто был, не забудет. Косуша, он свой парень. Иди сюда выпьем. Как звать? Александр. Шурик, значит. Я вот этому щас... Шурику? Ты за что меня ударил? Вот. Косуша, я тебя не ударил. Я тебя отодвинул. Ты мне мешал. Косуша, кто я тебе мешал? Да я... Сядь, сядь, косой. Выпьем за встречу. Потом выйдем во двор, потолкуем. Закон. Закон тащи. Ты за что это, а? Да я же тебя не ударил. Да что ты? Ладно, ладно. Давай, ну хватит. Ну, 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 добавь, добавь. Давай, добавь, долей. Закончились. Ну, долей, долей, ну, долей. Вот так. Закон. Закон. А, понял. Понял. Пошел. Ого, господи. Изувечий, брюнетик. Это не существенный видуш. Он песню испортил. Яичницу принесите, пожалуйста. Да, сейчас, Аннарочка, я так уберу. Студент. Не помешаю? Нет, нет, пожалуйста. Лидош, повтори. Вы сделаны. Мне тоже. Чего тебе тоже? Пивка. Ну? Варен, еще три дня про бюллетенец не меньше. Ну, вот этого нам вполне достаточно. Работаем, работаем завтра в ночь. Микки нет. Ну, я зачем виноват, если вы его на картошку услали? Услали. Услали. Послали. Отправили. А в конце концов, вероятнее всего, сам напросился. Трус поршил. Ничтожные души. Что ж теперь делать? Надо шофера искать. Что делать, что делать, что делать, что делать. А шпана. Какая вы все шпана. Скажи, пожалуйста, где ты за сутки найдешь шофера, да еще такого, чтобы не продал? Что не с кем стало культурно работать. Слушай, солнышко, может быть, и ты на сторону смотришь, а? Да что вы, Сергей Васильевич? Что? Ну, разве я когда? Да я свою ставку в жизни сделал. Можно сказать, в высшую школу вас прохожу. Кушайте на здоровье. Специально для вас изготовлено. Дочка. Ну, вот брюнетик ваш целек. Видать ушлый. Лихо, Шурик. Спасибо. Как умеем, как умеем. Ой, мама люди. Я не виноват. Косоль. Ой. Садись. Садись. Ты же сам открыл. За что страдал? Угон автомобиля плюс сопротивление блюстительное. А что, хотел покататься или всерьез? Это я давно забыл. Парень. Видать шофер? Пойди-ка ездить. Пощупал. Привет честной компании. В четвертом буду. Вали, студент. Если угостишь. Ух ты. Беги, Косоль. Знакомься, Шурик. Прибыл на свободу. Здоров. Поликлиника. Мне, пожалуйста, заведующего регистратуры. Очень приятно. С вами говорят из управления внутренних дел. Нет, нет. Вопрос невинный. В связи с чем выдан больничный лист Сергееву Ивану Пахомовичу? Тулинская 16, квартира 32. Угу. Жду. Так. Так. Понял. Понял. Спасибо. Так. Тридцать пятое. Мне начальника отделения. Ну, тогда заместителя. Здравствуйте. Да, здравствуйте. Знаменский из управления. На вашей территории позавчера был избит Сергеев ИП. Известно, кем избит? Угу. Тогда я вас попрошу, если что прояснится, пускай мне сообщат по 0502. Спасибо. Так. Давай. Склад? Мне заведующего. Одну минутку. Здравствуйте, Иван Степанович. Снова Знаменский, да? У меня к вам маленькая, но срочная просьба. Вы мне можете перечислить, какие товары поступили на ваш склад после этого происшествия? Ценные товары, да? И какие ждете в ближайшие дни? А. Совещание. Ну, хорошо. Хорошо. Я вам перезвоню. Ну, что? Только что звонил Томин. Что он сказал? Сказал, позовите Маруся. А что это на вашем языке означает? Что он вступил в контакт с нужными людьми, пока не может от них оторваться. Вероятно, присматривает. Может, помощь нужна? Тогда бы он позвал Катю. Если что, звони мне. Я в бутырку. Свой почерк разбираете, конечно. Вот вы здесь пишете. Заеду только в Москву дня на два. Это я обещал и должен сделать. Вот отсюда все обратно и пошло. Так ведь, Сирин? Павел Павлович, ну, войдите в мое положение. Не хочу, Сирин. Вам и самому не было нужды входить в свое положение. Ну, именно, что была нужда. И это не для протокола. Сколько лет я жизни не видел. Это разве легко переносить? Вышел. Деньжонок маленько был. Эх, думаю, ну, хоть пол-литровочку. Ну, а там, сами понимаете, очумился. Гляжу, трешку в кармане. А Гале ехать надо, подарок надо, жизнь начинать надо. Ну, вот и влип сдуру. А знаете, что я подумал, когда прочитал это письмо? Что? Не потому вы решились на кражу, что вам фартовых денег захотелось. А больше ради того человека, которому считаете себя обязанным. Попросил он вас. Очень попросил. Вот вы и не устояли. А он вас нарочно подставил. Да этого не может быть. Он мне друг. Он вас подставил сильно. Да зачем? Зачем ему надо было? И я при деньгах был, а он, ну, зачем это? Ну, может быть, вы что-нибудь знали? Может, мешали ему? Это никому и не мешок. И вообще, это же такой человек. Вот вы не знаете, а говорите. Почему же не знаю? Даже фотографию с собой ношу. Ну, и как он вообще? Да вроде годится. Ну, гляди в оба. Вчера как загудели, так не расставались. А дела не было? Пока нет. Сейчас придет, поговорим. Прыжок в балете. А? Не знаю. Серость. Первый эт. Те, что, ни звука. Ты сам от него ни на шаг усвоил? Угу. Те, что, ни звука. Ты сам от него ни на шаг усвоил? Угу. Привет. Рокудин. Ну, я-то без знакомого, говорится. Дочка. Дочка. Чего-нибудь пожевать попросьте. Деньги вперед. Ну, ладно, заплачу. Сосиски дам. Давай сосиски. Ну, как там, Арочка? Вполне. Вполне. Выпить нет? Нет. Пустые, сура. Что такое? Где только люки эти бумажки берут, а? Ну, будь здоров. Будь здоров. Будь здоров. Слушай, Шурик. Да. Хочешь заработать? Смотря какая работа. Чистая работа. Нипочем. Покрутим баранку и всех делов. И что же я буду иметь? Не бойся, не обиделся. Ничего не верит? Свои же люди. Не сыпанетесь? Это ты про что? Про то. Я тебе пошоферить могу. И я про то же. Что же мне предстоит везти? Жигули, Икарус, речной трамвай. Что скажут, то и повезешь. Ты из себя умника-то не строй. Умнее тебя люди соображали. Все рассчитано. Все было рассчитано. Вот смотрите. Про сигнализацию он вам наврал? Наврал. Вы же рвали провода, а уже поднялась тревога. А с машиной? Он ведь обещал вас ждать, верно? А сам развернулся и дал газу, едва только вы перелезли через забор. Сразу, понимаете, Силин, сразу бросил вас и удрал. Так, случался же шум. Это уже потом. И прожектора зажгли потом. Вот. Вот показания работника охраны. Вдруг я увидел сигнал тревоги. Я первым выскочил во двор. Мы старались не шуметь, чтобы застать преступника врасплох. Еще когда я только открыл дверь, я услышал, что от заднего забора быстро отъехала легковая машина. Это я твердо помню. Здесь телефонная розетка работает, мне надо позвонить. Сейчас устроим. Никогда не были в Сибири, а? Знаете, удивительный край. Удивительный. Правда, несколько суровый и холодноватый. Не давно вы там работали. Я, к сожалению, не могу рассказывать о своей деятельности. Понимаете? Слушай, студент, не где бы поспать на дорожку, а? Перебьешься. Когда двинем? Сиди, Шурик, сиди. Время придет, скажу. Сешь еще сосисочку. Это верно. Дожуди. Дочка. Скажи еще внучку. Ну ладно. Давай еще сосисочку. Не читали последний роман Симинона, а? Нет, не знаешь. Занимательный автор, очень занимательный. Амигрет его просто превосходит Шерлок Хоунса. Извините, пожалуйста. Особенно жареное. О, жареное мясо могу есть все время. Все время без... Спасибо. Тетенька. Тетенька. Понюхай, что ты мне принесла. Это можно есть? Понюхай, понюхай. Нормальная сосиска. Нормальная сосиска. Понюхай, студент. Ты видал? За свои деньги я хочу есть сосиску, а не сосискину бабушку. Давай, директора. Давай, директора. Спокойно, студент. Спокойно. Чем они кормят? Здоровье трудящих все нужно думать. Научились. Сейчас мы здесь наведем порядок. Спокойно. Это можно есть или нет? Пожалуйста, понюхайте и скажите, это можно есть или нет. Я не хочу травить свой организм. Пожалуйста, ну понюхайте. За свои деньги я хочу есть сосиску, а не сосискину бабушку. Вы только подождите. Вы подождите. Что так директора? Что так директора? Главное, не первый раз уже. Прям работать невозможно. Не первый раз? Лидочка, вы знаете, у вас светлая голова. Это очень плохо, когда человек часто ходит к директору. Заходите, всегда рада вам. До свидания, молодые люди. Читайте Семенонов. Занимательный автор, очень занимательный. Пожалуйста, проверьте. Что это такое? Отравление организма. Граждане едят и травятся. Пожалуйста, побыстрей. Успокойтесь, товарищ. Сейчас я вам принесу другую порцию. Пожалуйста, побыстрей. Дежурного Муропова. Да. Спасибо. Алло. Срочно соедините меня со Знаменским. Томин говорит. Не отвечает? Аркадий, где Знаменский? Томин говорит. Бутырки. За что же подлость такая? Павел Павлович, вы можете это проверить, чтобы я точно знал? Потому что если так, если он так, ну тогда не жить ему на свете. Да таких людей нужно сажать, им нельзя жить среди людей. Можете вы это проверить? Одну минутку. Иван Степанович Знаменский. Так, внимательно вас слушаю. Ого. Сегодня привезут или уже привезли? Так. Теперь слушайте меня. Никому на складе ни единого слова. Через полчаса вы мне звоните на Петровку, и мы с вами договариваемся, что дальше. Все. Ну вот что, Силин. Я вам говорил, что все равно поймаю ваших сватов. Говорил, да вы не поверили. Еще я вам говорил, что вы можете опоздать. Тогда признание уже будет не добровольным, а по неволе, под давлением фактов. Все это я вам говорил. Больше ничего говорить не буду. Дайте бы вам. Просили передать, что внизу ждет товарищ Томин. Хорошо, сейчас иду. Напишите все, поставьте сегодняшнее число и точка Силин. Ниночка, ну вообще, как жизнь? Простите. Хорошо, провали. Да, недооценил я этого башку. Главное, что обидно. Ведь позвали сегодня на дело и вдруг ушли. Башка позвал? Подручно, но явно по поручению. Значит, сегодня? Да, ближе к ночи. Предстояло пошоферить, я даже не знаю где и как. Стало быть, сегодня. Пожалуй, ты узнал самое главное. Ты знаешь, у меня ощущение, что дело крупное. Помнишь, когда ты прощупывал Скорняков, кто-то сулился привезти соболей с севера? Помню. Так вот, соболей привезли на тот же склад. А сигнализация после Силина все еще повреждена. Почему ее не чинят? Монтера, который этим занимается, избили, лежит пластом. Чистенько. Да, становится интересно жить. Начнем исправлять всех с пугнем. Придется брать с поличным. Какая будет встреча. Продолжение следует... 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 Не так ли... Да... Продолжение следует... Продолжение следует... Доктор... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok Если кто-то кое-где у нас порой Честно жить не хочет Значит с ними нам вести незримый бой Так назначена судьбой для нас с тобой Служба дни и ночи Если где-то человек попал в беду Мы поможем, мы все время на посту Ну а если вдруг кому-нибудь из нас Тоже станет туго Что ж друг друга выручали мы не раз И не раз согрело нас в тяжелый час Сердце, сердце друга Часто слышим мы упреки от родных Что работаем почти без выходных Что разлуки нескончаемы порой Встречи ненадолго Только снова поднимает нас зарей И уводит за собой незримый бой Наши чувства долга Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Наша служба не опасна и трудна И на первый взгляд как будто не видна Если кто-то кое-где у нас порой Честно жить не хочет Значит с ними нам вести незримый бой Так назначена судьба для нас с тобой Служба дни и ночи Значит с ними нам вести незримый бой Так назначена судьба для нас с тобой Служба дни и ночи Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok